Привет всем поклонникам электромобилей из КНР! Перед вами очередной выпуск новостей об электрокарах из Китая в феврале 24-го. В этот раз для вас много интересного. Например, мы расскажем о двух авто от BYD, будущей новинки рынка и обновке, а также об очень интересном новом спорткаре для местного рынка. Сейчас покажем все детали. Вы на канале Электрокара, доставка электромобилей из Китая в СНГ. Уверена, вам будет очень интересно, поэтому начинаем! Давайте начнем с обновлений у первой модели из линейки Ocean от лидера авторынка Китая. Конечно, это мы, BYD Dolphin, который кроме обновок в 2024-м получил еще и приставку к названию Champion Edition. Электро-хэтч BYD Dolphin Champion Edition уже продается на рынке Китая. Для местного рынка модель имеет название Hightun, что также означает «дельфин». Отметим, что именно эта модель стала первой в линейке компании, которая базируется на платформе e-Platform 3.0. Также в этой модели установлен аккумулятор Blade Battery, который компания называет «самой безопасной на рынке батареей». С момента выхода на рынок в 2021-м BYD Dolphin производится в двух вариантах – в короткой и длинной версии, которые идут на китайские и европейские рынки. Также две модификации одной модели отличаются между собой задней подвеской с торсионной балкой. На рынке Поднебесный дельфин продается с мотором меньшей мощности и менее емким аккумулятором. Сейчас автопроизводитель пересмотрел свое видение именно модификации для КНР. С 2024-го хэтчбэк продается на местном рынке как Dolphin Champion Edition. Сразу скажем, что экстерьер у авто совершенно не изменился. Это четырехдверный хэтчбэк, выполненный в дизайне линейки авто Ocean Aesthetics, которую разработал бывшая звезда дизайна Audi Вольфганг Эггер. Новинками у Dolphin Champion Edition можно разве что назвать новые колесные диски с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, тонированные задние стекла и новый цвет кузова Atlantis Grey. Сами габариты кузова остались прежними. Длина 4,12 м, ширина 1,77 м, высота 1,57 м, колесная база у авто 2,70 м. В салоне у электрокара с приставкой Champion Edition все тот же 13-дюймовый поворотный экран медиасистемы и 5-дюймовый дисплей приборной панели. В салон добавили только порты зарядки Type-C, а также беспроводную зарядку для телефона. Сзади диван остался с раздельной спинкой и центральным подлокотником. В авто по-прежнему устанавливается один электродвигатель на передней оси мощностью 70 кВт или 95 лошадиных сил. Он точно такой же, как у дорестайлинговой версии. Но теперь шасси дельфина-чемпиона получила сзади многорычажную подвеску, которая заменила торсионную балку. Это изменение повысит комфорт вождения. Если мотор остался прежним, то батарея получила изменения. Теперь ее емкость может быть 45 кВт-часов или 60 кВт-часов. Поэтому обновленный хэтчбэк проезжает на одном заряде 420 или 520 км. Авто предыдущего поколения проезжало 401 или 420 км. В итоге версия для Китая электромобиля BYD Dolphin Champion Edition получила аккумуляторы большей мощности, изменения в подвеске и некоторые дополнительные функции. Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD, Xpeng или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это вы можете просто на сайте electrocar.buy. Мы предлагаем выбор лишь среди проверенных моделей. Поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале, а также на нашем втором канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Стали известны характеристики электромобиля BYD CL-Line 07. Как вы помните, он станет четвертым электрокаром в серии Ocean от BYD. То, что он появится на рынке уже в начале этой весны, нет никаких сомнений. Электромодель CL-Line 07 стала четвертой в линейке Ocean от BYD. В этом семействе уже есть электросити-кар Seagull, Hatchback Dolphin и седан Seal. К ней приписывают и модель Seal U. Это тот же электрокроссовер BYD Sound Plus 2023 модельного года, но исключительно для рынка Европы. Есть данные, что новинка базируется на концепт каре Ocean X, о котором мы рассказывали пару лет назад. Но в компании это не подтверждают. Авто получило систему Dysos C, которая пока что устанавливается только в единственные две модели супердорогого бренда BYD Yang Wang. Это интеллектуальная система стабилизации кузова, которая позволяет авто ехать даже на трех колесах. Модель 07 разработана командой бывшего дизайнера Audi Вольфганга Эггера. К слову, он руководит дизайн-проектами моделей BYD с 2016 года. Это авто назвали ответом BYD на модель Tesla Y в Китае. Тем не менее, она также будет конкурировать с другими моделями среднего ценового сегмента, даже с авто от BYD. Например, с новинкой рынка моделью BYD Sound L или летней новинкой Denza N7. Этим брендом также владеет BYD. BYD Sea Lion 07 – это среднеразмерный кроссовер с кузовом Fastback. Он немного меньше, чем тот же BYD Sound L. На то, что этот электромобиль входит в линейку океана, указывают его фары. Они такие же по дизайну, как и у моделей BYD Seal и Seal U, он же Sound Plus для китайского рынка. Выдвижные дверные ручки и два спойлера уже привычны для моделей BYD. Длина кузова морского льва 4,83 м, ширина 1,92 м, высота 1,62 м, колесная база 2,93 м. Для сравнения, он на 10 мм короче, на 25 мм уже и на 60 мм выше, чем также новинка рынка BYD Sound L. Однако Sea Lion 07 скорее напоминает семейный внедорожник, а Sound L получил более спортивный дизайн. То есть эти авто ориентированы на разные группы покупателей. В модели используется схема установки батареи Cell-to-Body. То есть батарейный блок полностью интегрирован в кузов и фактически является несъемным. Информации о емкости аккумулятора для Sea Lion пока нет. Одномоторная версия получила один движок мощностью 170 кВт или 231 л.с. Он обеспечит максимальную скорость 210 км в час. Также есть более мощная вариация с мотором на 230 кВт или 313 л.с. Максимальная скорость у такого авто на 15 км в час больше. Полноприводное авто имеет по одному мотору на каждой оси. Их мощность 160 кВт и 230 кВт. Общая мощность это очень приличные 540 л.с. Но максимальная скорость те же 225 км в час. Ожидается, что цена Sea Lion 07 будет составлять от 200 до 260 тысяч юаней или от 28 до 36 тысяч долларов США. Сейчас хотим посоветовать вам канал, на котором мы уже год публикуем видео о новинках рынка. Также публикуются обзоры на самые топовые и крутые электромобили. Прямую ссылку на канал вы найдете в описании к этому видео. Завершим этот выпуск рассказом об абсолютно новом авто на рынке КНР. Что самое интересное, это не очередной кроссовер или седан. И даже не электросити-кар. Это электрический спортивный автомобиль. Хотели бы настоящий электрический спорткар за 42 тысячи долларов? И это скоро станет реальностью. Первое авто модели SC01 от компании Small Sports Car сошла с конвейера. Компания представила свой первый доступный спорткар SC01 еще в 2022-м. А на рынок авто должно было выйти в последнем квартале прошлого года. К слову, этих ребят финансирует производитель смартфонов Xiaomi. Сразу было обещано, что стоимость модели не превысит 300 тысяч юаней. За эти деньги вы получите электромобиль длиной 4 метра 10 сантиметров. А его ширина и высота 1 метр 83 сантиметра и 1 метр 16 сантиметров соответственно. Центр тяжести находится на высоте 38 сантиметров над дорогой. Это соответствует показателю гоночных автомобилей серии GT3. У модели SC01 есть по электромотору на каждую ось. А значит, она имеет полный привод. Общая мощность двух движков 320 кВт или 435 лошадиных сил. Модель поддерживает различные режимы привода. Например, можно включить только передний или задний. Отдельно обратим внимание на спортивный режим с персональными настройками. Корпус – это трубчатая рама из хромомолибденовой стали. Благодаря этому вес электромобиля – 1370 кг. В итоге неудивительно, что разгон до сотни у него займет всего 3,9 секунды. Хотя такой разгон, стоит отметить, уже может показать достаточное количество стандартных электрических седанов из Китая. Диаметр тормозного диска – 350 мм. Он оснащен литыми суппортами спереди и сзади. Аккумулятор расположен посередине кузова авто. На одной зарядке электроспорткар будет проезжать до 520 км согласно циклу подсчета NEDC. Время зарядки с 30 до 80% – менее 25 минут. Привлечет ли модель SC-01 к себе внимание ценой в 42 тысячи долларов США – пока неизвестно. Ведь авто было анонсировано и осталось почти без изменений с 2022 года. За это время на рынок вышла модель MG Cyberster. И ее базовая цена не намного выше. К слову, специальная версия MG Cyberster Red Top Edition уже есть в продаже. Ее цена – 366 тысяч юаней или 51,5 тысяча долларов. Этот электрический спорткар кабриолет окрашен в эксклюзивный жемчужно-белый цвет в сочетании с красной складной крышей, имитирующей классический цвет MG Magnette. В первой эксклюзивной партии с конвейера сойдет всего 100 таких авто. Поставки покупателям начнутся в марте. Цена на, так сказать, обычный Cyberster варьируется от 320 до 360 тысяч юаней. Это от 45 до 51 тысячи долларов США за одну из трех комплектаций. Об этом авто мы детально рассказали в отдельном выпуске. Хотели бы обратить внимание, что сайт нашей компании постоянно обновляется. Заходите по адресу electrocar.buy и вы узнаете о спецпредложениях дня, новых моделях и ценах на все электромобили из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. Как вам этот февральский новостной выпуск об электромобилях на рынке Китая? Мы благодарны за ваше внимание и интерес в 2024-м. До встречи в следующем новостном выпуске на канале «Электрокар. Доставка электромобилей из Китая в СНГ».